Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, как у нас сейчас принимается все. То есть кто-то предлагает, кто-то взял, предложил. Абсолютно бывает даже неизвестный человек. И вдруг это рассматривают. То есть не сверху инициатива идет, а кто-то предложил. Ну, самый яркий пример это обнуление Терешкова, собственно говоря. То есть какое-то предложение вдруг выходит и его рассматривают. И вот сегодня я обратил внимание, пишет, российский врач предложил включить пункт вакцинации в трудовой договор. Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить вакцинацию в трудовой договор для тех, кто часто контактирует с большим количеством людей. Такое мнение он высказал в беседе из «Говорит Москва» в субботу 16 января. В контракт надо включить пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза, и у меня общаются 6 групп студентов по 30 человек, вот 180 человек контактируют. «Кто против и не хочет работать на таких условиях, пусть работает дворником, там безопасно», — говорит он. Жемчугов также вспомнил о скончавшемся художественном руководителе юмористического журнала «Яролаш» Грачевском и выразил сожаление, что тот не стал вакцинироваться. Однако врач подчеркнул, что вакцинация происходит добровольно. Значит, друзья, что я хочу сказать. Ну, такого рода предложения я оцениваю с моей точки зрения отрицательно, потому что, может быть, я отрицательно отношусь к вакцинации. Это мое просто мнение, потому что для меня эта вакцина не до конца изучена и так далее. Вот, каждый решает сам. Я никого ни к чему не призываю, не отговариваю. Если вы решили, идите, вам это поможет, кому-то не поможет, я не знаю. Я для себя пока решение такое принял, что я на данный момент времени не считаю возможным это делать. Тем не менее, включение этого пункта в трудовой договор, а если это носит добровольный порядок, это уже нарушает этот добровольный порядок, собственно говоря. Потому что это принудиловка называется. Иными словами, если ты заключаешь трудовой договор, и ты будешь работать, например, со студентами или, я не знаю, с другими людьми, можно работать. Знаете, сколько вообще это профессий? Это и фитнес-клуб, например, там приходят люди заниматься, фитнес-тренер, это и кто угодно, врач, библиотекарь, все подряд. Там, почтальон, газовщик, который ходит, проверяет по домам. То есть это абсолютно все вообще. И много кто. Если в трудовой договор включить пункт о вакцинации, она добровольная, то ты просто на работу не устроишься. Друзья, это как? Это первый звоночек или нет? Вот у меня такой вопрос. Вот сказать больше нечего, друзья. Пишите просто ваши комментарии. Интересно ваше мнение. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, канал о саморазвитии Будда Гришна Life is Good. Добавляйтесь в инстаграм Будда Гришна нижнее подчеркивание единички. Всем пока, друзья. До встречи.